Привет! Меня зовут Мария. В этом видео я расскажу вам о телевизионной программе «Лечерний Ургант». Также вы сможете повторить некоторые правила по русской грамматике, а в конце видео вас ждёт интересное задание. Итак, начинаем! Итак, сейчас вместе мы прочитаем информацию о программе «Лечерний Ургант». «Лечерний Ургант» – вечернее развлекательное шоу, выходящее на Первом канале. С 16 апреля 2012 года за основу берутся реальные события последних суток, произошедшие в стране. Программа является российской адаптацией американских программ формата «Light Night Show». В отличие от американских аналогов, программу записывают, а не показывают в прямом эфире. Ведущий телепередачи Иван Ургант рассказывает зрителям новости в юмористической форме со своими комментариями, а потом обсуждает их с известными гостями. Начинается шоу с информативной, вступительной части, с участием Урганта и его гостей. После этого следует заставка. Далее Иван Ургант рассказывает о последних новостях в России и мире. Затем Ургант садится за стол и показывает наклейку на своем ноутбуке, которая посвящена какой-то необычной новости, праздничной дате, либо или определенной личности. И посмотрите, что получилось. Посмотрите, вот почему назвали циклон Саром. Потом Иван приглашает гостя или гостей программы, задает им вопросы и предлагает поиграть. Программа заканчивается музыкальной композицией знаменитых российских и зарубежных исполнителей. Ведущие программы Иван Ургант родился 16 апреля 1978 года. Российский актёр, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, музыкант, композитор, продюсер и сценарист, режиссёр, ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Дмитрий Хрусталёв родился 18 февраля 1979 года. Российский актёр и телеведущий, соведущий Ивана Урганта на программе «Вечерний Ургант». Александр Гудков родился 24 февраля 1983 года. Российский телеведущий, шоумен, сценарист и актёр. Один из сценаристов программы «Вечерний Ургант», иногда соведущий Ивана Урганта. Алла Михеева родилась 7 февраля 1989 года. Российская актриса, театр, кино и телевидение, телеведущая. Корреспондент рубрики «Острый репортаж» с Аллой Михеевой в программе «Вечерний Ургант». Ох, лучшее ваше пятно – это я. Фрукты – музыкальная группа программы. Российская музыкальная группа. Официальные резиденты шоу «Вечерний Ургант». Некоторые рубрики программы. Острый репортаж с Аллой Михеевой. В этой рубрике Иван Ургант и специальный корреспондент шоу Аллы Михеева вначале обсуждают, а затем показывают зрителям привезённый Аллой репортаж с какого-либо актуального события или мероприятия. Правильно, я думала, что вы скажите «курица». Как правило, репортажи Михеевой носят несерьёзный характер. Сама же она приходит в студию в ярких платьях. Роль ведущей в программе «Прекрасная группышка». Вот Алла Михеева в прекрасных ярких платьях. «Красные губы». «С красными губами». Сейчас я вас удивлю, Аллочки, вы ко мне пришли не только с Аллой с красными губами, посмотрите в кадр, но и с красными зубами. «Взгляд снизу». Главные герои рубрики «Взгляд снизу» — дети. В ней орган задаёт детям вопросы на определённую актуальную тему. Что такое реклама? Это заработок денег. Ми-ми-ми. Орган, пытаясь вызвать умиление зрителей, общается с различными маленькими животными. Затем он традиционно задаёт им сложный политический, экономический или социальный вопрос. Мне интересно, о чём мечтают наши питомцы? Вот как понять, Груша, о чём ты мечтаешь, если ты родилась с бородой? Стрижём на первом. Доброволец, найденный на программе среди зрителей, крутит вертикальный барабан, вот этот барабан-круг, с различными прическами. На какой останавливается стрелка? Ту прическу и делает стилист мужчине к концу программы. Гости программы. Гости программы – российские и зарубежные известные личности. Например, Ксения Собчак, телеведущая, кандидат в президенты России в 2018 году, Моргенштерн, российский репет, получивший наибольшую популярность в 2020 году, телеведущий Владимир Познер, пианист Денис Мацуев, музыкальная группа «Литл Биг», певица Анна Нетребко, писательница Дина Рубина, а также Том Круз, Брэд Питт, Робби Уильямс, Пьер Ришард, Марк Цукерберт, Арнелла Мутти, Мила Йович и многие другие. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кого из перечисленных российских известных личностей вы знаете. Специальные выпуски. Специальные выпуски программы. В программе также выходят специальные выпуски, посвященные какому-нибудь событию или известному человеку. Например, 30 декабря 2020 года вышел спецвыпуск, спецвыпуск, специальный выпуск, спецвыпуск под названием по-итальянски «Чао 2020», «Чао 2020», «Чао 2020» оформлены в стилистике итальянского музыкального шоу 80-х годов. Выпуск, который полностью шел на итальянском языке, набрал за неделю более 4 миллионов просмотров, занял четвертое место в итальянских трендах YouTube и широко оценен многими итальянскими телезрителями и пользователями в сети. А сейчас грамматика. Вспомним причастие. В тексте, который мы прочитали, можно найти причастие. Я выписала предложение с причастиями и предлагаю вам сделать задание. Нужно заменить выделенные причастия глаголами, как в примере. Давайте прочитаем пример, а потом вы попробуете сделать это задание, написав ответы в комментариях. «Вечерний орган, вечернее развлекательное шоу, выходящее на Первом канале с 16 апреля 2012 года. Выходящее причастие». «Вечерний орган, вечернее развлекательное шоу» заменяем глаголом, «которое выходит», «выходящее», «которое выходит на Первом канале с 16 апреля 2012 года». Второе предложение. «За основу берутся реальные события последних суток, произошедшие в стране». Замените причастие «произошедшие» глаголом. «Они показывают зрителям привезенный алый репортаж с какого-либо актуального события или мероприятия». «Доброволец», найденный на программе среди зрителей, крутит вертикально барабан, круг с различными прическами. «Моргенштерн» – российский рэпер, получивший наибольшую популярность в 2020 году. В программе также выходят специальные выпуски, посвященные какому-нибудь событию или известному человеку. 30 декабря 2020 года вышел спецвыпуск под названием «Чао Венти Венти» или «Чао 2020» о форме стилистики итальянского музыкального шоу 80-х годов. Итак, повторю, напишите в комментариях предложение, замените причастие глаголами. Я обязательно проверю и напишу вам правильные ответы. И опять грамматика. Сейчас мы с вами посмотрим, как сочетаются числительный и существительный выпуск. Вы помните, что значит выпуск? Итак, если числительный 1 или числительный, который оканчивается на 1, 101, 21, тысяча 1, слово «выпуск» не меняется. Например, 21 выпуск, 51 выпуск, 101 выпуск, числительный 2, 3, 4 или числительный, который оканчивается на 2, 3, 4, 22, 53, 104, добавляя к слову «выпуск», добавляется окончание «а», «выпуска», 2 выпуска, 3 выпуска, 4 выпуска. Например, 22 выпуска, 53 выпуска, 104 выпуска, 5 и другие числительные, 11, 20, 95, добавляя к заканчанию «ов». Выпуск выпусков, выпусков, 5 выпусков, 11 выпусков, 20 выпусков, 95 выпусков. Например, 5 выпусков, 11 выпусков, 14 выпусков, 37 выпусков. Внимание! Повторю! Числительный 1, числительный, который оканчивается на 1, внимание, не 11, а 21, 31, 101 и так далее, сочетается со словом «выпуск», и слово «выпуск» не меняется. Не меняется. 21 выпуск, 101 выпуск, 2, 3, 4 выпуска, 22 выпуска, 53 выпуска, 104 выпуска. 5 и другие числительные сочетаются со словом «выпусков». 5 выпусков, 5 выпусков, 11 выпусков, 12 выпусков, 14 выпусков, 37 выпусков и так далее. Надеюсь, вам понятно. Добавьте правильное окончание. В первом сезоне программы вышло 15 выпусков. Мы посмотрели 74 выпуска этой программы. Я не видел 2 выпусков передачи. Он посмотрел 31 выпуск. Осталось посмотреть еще 5 выпусков. Наташа посмотрела все 33 выпусков программы. Сейчас нажмите на паузу и сделайте это упражнение, а потом мы вместе проверим. Итак, правильные ответы. Проверяйте. Надеюсь, вы все сделали верно. В первом сезоне программы вышло 15 выпусков. Мы посмотрели 74 выпуска этой программы. Я не видел 2 выпуска передачи. Он посмотрел 31 выпуск. Осталось посмотреть еще 5 выпусков. Наташа посмотрела все 33 выпуска программы. Ну что, вы выполнили правильно? Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас ошибки или нет. Давайте посмотрим, сколько выпусков было в каждом сезоне программы «Вечерний Ургант». В первом сезоне 36 выпусков. Второй сезон 69 выпусков. Третий сезон 67 выпусков. Четвертый сезон 8 выпусков. Пятый сезон 74 выпуска. Шестой сезон 30 выпусков. Седьмой сезон 86 выпусков. Восьмой сезон 163 выпуска. Девятый сезон 130 выпусков. Десятый сезон 100 выпусков. Одиннадцатый сезон 100 выпусков. Двенадцатый сезон 100 выпусков. Интересно, сколько выпусков будет в этом сезоне? Может быть, 101 выпуск? А сейчас задание, о котором я говорила в начале видео. Задание для самых внимательных. Я прочитаю предложение, утверждение. А вы должны выбрать, какое утверждение правильное, а какое нет. Если да, если утверждение правильное, вы ставите плюсик да. Если неправильное, нет. Итак, читаем. Программа «Вечерний орган» выходит в эфир днём. Да или нет? Программа «Вечерний орган» выходит в эфир днём. «Вечерний орган» – это программа о политике. Да? Программу «Вечерний орган» не показывают в прямом эфире. В программу «Вечерний орган» выходит в эфир днём. Программу «Вечерний орган» выходит в эфир днём. Программа «Вечерний орган» выходит в эфир днём. Нет. Программа «Вечерний орган» выходит в эфир вечером, поэтому она и называется «Вечерний орган». Кто поставил «Нет», абсолютно верно. «Вечерний орган» – это программа о политике. Нет. «Вечерний орган» – это развлекательное шоу. Кто поставил «Нет», поставил блюзик. Где «Нет» – тоже верно. Программу «Вечерний орган» не показывают в прямом эфире. Да, программу «Вечерний орган» не показывают в прямом эфире. Программа «Вечерний орган» идёт в записи. Её сначала записывают, а потом показывают. В программу приходят только российские гости. Нет. В программу приходят российские и зарубежные гости. Алла Михеева ведёт острый репортаж. Да, Алла Михеева ведёт острый репортаж. В конце программы всегда выступает музыкальный гость. Да, в конце программы всегда можно услышать музыкальную композицию. В рубрике «Ми-ми-ми» принимают участие дети. Нет, в рубрике «Ми-ми-ми» принимают участие маленькие животные. Надеюсь, вы всё сделали правильно. Ну вот и всё. Надеюсь, вам понравилось и вы узнали много интересной и полезной информации. Приходите в наш клуб «Манузина Интернешнл Спикинг Клаб» или короткое название «Микс Спик». В нашем клубе вы сможете не только говорить по-русски, а также изучать русский язык в группах или индивидуально. А на сайте, вот адрес сайта, есть бесплатный чат, в котором зарегистрированы участники со всего мира. Участники говорят по-русски, поэтому вы с ними можете переписываться, практиковать русский язык. И кто знает, может быть, вы найдёте друзей и единомышленников. Также вы можете написать нашим преподавателям, вы можете написать мне, задать вопросы, и мы обязательно вам ответим. Регистрируйтесь на сайте, чтобы получать информацию о мероприятиях клуба. Ждём вас и до скорой встречи. Пока-пока.